Музей истории гвардейских воздушно-десантных войск на данный момент является первым, единственным и самым крупным музеем подобного рода в мире. Благодаря уникальности и общей доступности места любой может ознакомиться с историей, спецификой и современным состоянием воздушно-десантных войск. В основном в фонде музея находятся 15 тысяч экспонатов. Экспозиция насчитывает более 6,5 тысяч объектов. А запасники музея, открытого с 1972 года, хранят около 50 тысяч артефактов, имеющих прямое отношение к истории воздушного десанта. В сравнении с нашими историческими музеями пока срок небольшой, но тот исторический период, который отражен в экспозициях музея, он намного больше, чем то, что сегодня на нашем экране. Вот эти красивые цифры 50. Но а как измерить границы подвига? Каждая такая история, это история жизни людей, настоящих патриотов нашей Родины. Конечно, собрание уникально, это десятки тысяч предметов. Конечно, наш музей, это музей-собиратель. И эта работа незаметно, на первый взгляд, она продолжается постоянно. В этих залах страницы памяти о годах Великой Отечественной войны, об операциях в Афганистане, Чечне и Югославии. Здесь лица героев, настоящих воинов, которые без страха шли на выполнение сложнейших заданий и выполняли. Музей с возбужденными самыми войсками идет плечом к плечу. Но десантники, выполняя задачи, они назад уже не оборачиваются, а музей хранит все вот эти перипетии, эти события. Музей истории ВДВ расположен на территории славного Рязанского училища, известного далеко за пределами нашей Родины. Выпускники училища со времени его основания становятся известными военачальниками. Не все из них остаются в живых, но многие остаются в истории героями. Он познакомился с амуницией десантников в разные годы, с оружием, архивными документами и фотоснимками. А также, что, пожалуй, важнее всего, с историями людей, героев. И история продолжает пополняться прямо сейчас. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».